Переселение запаздывает. В правительстве региона обсудили проблемы реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда. Как выяснилось, на 1 сентября выполнено всего 75% работ. В настоящий момент данные результаты фонд в определенной мере удовлетворили, но только лишь в определенной. Задача, которую с нас никто не снимал, до конца года все мероприятия по переселению завершить. Много жильцов необходимо расстелить в Кохме. Там доли граждан, попадающих под программу, больше, чем в остальных муниципалитетах. Однако пока руководители медленно, но верно, с задачей справляются. Беспокойство вызывает вопрос сноса аварийных домов. Хочу заострить ваше внимание, что у нас достаточно большое количество многоквартирных домов, которые мы расстелили, подлежит сносу. Это одно из обязательств в рамках программы. И наибольшее количество таких домов у нас как раз на территории Кохмы, Шуи и Приволстка. Это достаточно большой объем средств потребуется. Снос аварийных домов действительно дело достаточно сложное и дорогое. Много места в этом году расчистить просто не получится. А значит, до часа Х необходимо обеспечить охрану объектов для соблюдения всех мер безопасности. Еще один немаловажный вопрос – качество новых выстроенных домов для переселенцев. Сейчас в Департаменте строительства и архитектуры 56 обращений от недовольных граждан. В течение года мы сделали 20 выездов региональной комиссии по качеству во все муниципалитеты, где имелись. Ну и не по одному разу. Естественно, всего уже на сегодняшний день снято 7 домов с контроля за это время. И плюс сейчас у нас еще 14 домов находятся на рассмотрении в фонде. Некоторые из выстроенных домов просто непригодны для жилья. В одних затоплены подвалы, в других – перебои с электроснабжением. Рекордсмен по проблемам – Приволжский район. Как выяснилось, на контроле ситуацию должен держать замглавы администрации. Однако вопросы до сих пор не решены. На все мои требования наказать виновного неоднократно администрация давала мне ту одну, ту другую фамилию каких-то там мелких клерков, которые ни за что не отвечают и ни на что не влияют. Ну, скажем так, я без сожаления, принимая информацию, которую вы озвучили, Единственное, прошу определить новое ответственное лицо. Всем руководителям, отвечающим за реализацию программы, теперь предстоит в ближайшие две недели встретиться с собственниками и выяснить, есть ли замечания к новому жилью. Еще одна неделя чиновникам на то, чтобы устранить все нарушения и отчитаться перед профильным департаментом. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.